приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами делим внимание народным приметам на 24 сентября в этом видео поговорим о народных приметах поговорим о церковном календаре поговорим о народном календаре а также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать в этот день далее все более подробно церковном календаре сегодня отдают дань уважения феодоре александрийской и это преподобная годы жизни которые датируются концом 5 столетия церковном предании говорится что она была замужней женщиной жила с благоверным в любви и согласии но некий состоятельный гражданин который обладал невероятной внешней красотой захотел ее соблазнить он подкупил свою знакомую дабы она убедила феодору мол если согрешить ночью то это не будет засчитано как вина и грех и феодора изменила супругу но тут же поняла насколько омерзительным было прелюбодеяние христианка стала ненавидеть собственное тело и калечило его ее страдания заметила игуменья рассказала как однажды мария магдалина омыла ноги иисуса христа слезами эта история подтолкнула феодору уйти в монастырь о своем решении она не сообщила даже мужу но понимая что в женском монастыре благоверный найдет ее феодора отправилась мужской надев мужское платье и назвавшись федором по прошествии многих лет когда феодора умерла ее супруг узнав о ее подвиге принял постриг в том же монастыре также в этот день 24 сентября православные христиане отмечают праздник посвященный каплу новской иконе божьей матери она является чудотворным списком казанской иконы при святой богородице перед каплу новской иконы божьей матери накануне молятся накануне сражений она защищает от вражеских нападений помогает укрепить веру перед ней молятся о даровании крепкого здравия также каплу новская икона исцеляет разные болезни вы знаете богородица именно каплу новская являет людям свои чудеса но для того чтобы это произошло вам необходимо искренне верить молитва перед каплу новской иконы божьей матери должна идти от сердца тогда есть большой шанс что ваша просьба будет исполнена обращаю ваше внимание что мы оставим молитвы которые рекомендуем в этот день 24 сентября прочитать ну а в народном календаре в этот день отмечается фидорин день фидора осенья 3 встреча осени фидора замочи хвосты фидора абдера фидорин и вечерки или под по простому просто день фидоры почему так назвали день как фидора замочи хвосты а это было по причине обильных осадков и слякоти на дорогах или почему назвали федора обдера ввиду обдирания на ветру последних колосьев хлеба ну а федорины вечерки по причине ежевечерних двухнедельных посиделок женщин которые собирались с целью рубки капусты для закваски этот процесс приха проходил с весельем при хорошем настроении на столах ежедневно присутствовали блюда из капусты на федорины вечерки необходимо было подойти к полю и поклониться до земли озимому урожаю также обращаем ваше внимание что он называет день 24 сентября федорины я в вечерки этот день был назван честь памяти святой преподобной феодоры александрийской согласно житию она изменила своему супругу после чего осозналась сделанная раскаялась и остаток жизни отдала служению господу богу о чем еще будут рассказано далее поэтому святой молится крепком браке об избавлении от соблазна и измены чтобы супруга или супруг не гуляли не ходили налево напоминаем всем что в описании к этому видео мы оставим молитвы вечерками день называли потому что с этого времени женщины начинали собираться на посиделки занимались рукоделиями пели песни обсуждали новости делились рецептами другое название возможно вы услышите как капустные вечерки начинали рубить свежую капусту и квасили на зиму как правило такими заготовками занимались на протяжении нескольких дней также и традиционными в этот день были капустные блюда щи голубцы пироги с капустой многое многое другое и вкусное вы знаете в этот день народе значился как начало больших и затяжных дождей дождь ассоциировался людей с приятными эмоциями он давал надежду на обильный урожай и добрый рост саженцев на устах у людей были разговоры о лете его провозглашали благодарили за все и ждали как можно скорее 2 4 сентября на работы в поле должны были быть обязательно все закончены и народ только убирался на полях и огородах складывал чистил и прятал свои орудия труда чтобы она до следующего сезона не заржавела народ ассоциировал святую феодору как покровительницу озимых хлебов а в соответствии с этим люди ходили смотреть на всходы озимых если сегодня пошел до что люди безумно радовались зная что поливать не нужно и дождь все сделает за них самих была такая народная традиция связана с урожаем озимых для того чтобы урожай был богатым нужно было выйти в поле и кланяться посевом как обычно наши предки наблюдали за погодными и условиями в этот день к ухудшению погоды облака плыли не по направлению ветра дождали при условии если ночью был сильный ветер а звезд не было видно и вовсе если ветер не прекращался на следующий день то большая вероятность того что зимой не будут заморозков и будет теплая зима к снежной зиме солил большой урожай грибов в этом сезоне а когда она отсутствовал вовсе то снега почти не будет муравьи начинали много кушать и увеличивались в размерах готовясь к суровой и морозной зиме если пчелы все еще готовы вылетать из своих ульев то теплая погода и еще побалуют люди а если кроты все тащат и тащат к себе в нору еду то холода уже достаточно близко полет чаек высоко в небе говорил о предстоящем увеличении ветра и резком похолодание некоторых поселках сегодняшний день называли капустный и вот почему люди все не устраивали гуляния домашние застолье называли все это капустными посиделками люди умели находить и выдумывать себе повод для праздников и сегодняшний день был не исключение помимо того что праздник помогал сблизиться дать возможность отдохнуть и расслабиться так он еще и дарил людям новых друзей пробили сегодня капусту исходя из того какие блюда были сегодня на столе вы либо замачивали либо просто нарезали для дальнейшего использования капусту сегодня тушили варили делали голубцы борщ пироги пирожки вареники все это с данным ингредиентом была даже народная примета что молодожены которые должны были в скором времени венчаться обязаны были съесть какое-то блюдо из капусты в данный праздник такая народная примета сулила долгим и счастливым браком которые будут базироваться на любви понимании и доверие друг другу плохой народной приметы считалось если девушка опачкала юбку она означало только одно что муж станет пьяницей для того чтобы этого избежать данную ситуацию старались сразу же исправить как и в народной примете солью пятна старались залить водой тут же застирать с мылом не медленнее секунды хорошая традиция была 24 сентября надевать ярко-желтые наряды или хотя бы что то что было желтого оттенка почему дело в том что считала что этот свет сегодня придавал много счастья и удачи пустословия в этот день не признавалась люди старались придерживаться того что говорить только по делу и только со своими близкими людьми незнакомые люди не должны были знать сегодня лишнее тем более в сегодняшний день это могло сыграть в плохую игру с вами обещание клятвы тоже не принимались за них будет серьезный спрос люди старались думать прежде чем кому-то что-то обещать сделать ложь тоже была сегодня не лучшим способом уйти от ответа или серьезного разговора ложь быстро выявлялась когда уже пропадала доверие к человеку напрочь советую вам по жизни всегда везде придерживаться правды потому как в ней все-таки сила определитесь для себя и решите как бы вы хотели чтобы к вам обращались таки обращайтесь с людьми потому что жизнь как бумеранг возвращает все что вы ей отдали девушки сегодня не красили губы они могли привлечь беду люди рассказывали что темные силы могли навести на них болезнь за это поэтому старались избежать такого голову мыли за день или два до праздника по поверим это сулило потерей удачи и успеха люди старались этого не замечать и поступали как им твердят народные приметы и традиции поэтому все были в основном здоровые и полный сил а вот разбитая посуда говорила о трудностях в отношениях или о ближайших ссорах но была народная примета которая говорила и обратно что такое случалось к удаче поэтому думайте всегда только о хорошем и не держите в голове плохих мыслей все материализуется и переносится на вашу на нашу с вами жизнь один ангел а сегодня отмечают люди с такими именами как дмитрий феодора роман николай сергей деодора и герман рожденные в этот день 24 сентября любят разнообразие новые эмоции и ощущения путешествия приключения нередко выбирает себе профессию по характеру то есть связанные с поездками путешествиями общением с новыми людьми либо же творческие профессии в которых они могут получать новые эмоции и свои деятельности фантазии и воображения им следует носить аквамарин или оливин сон с 23 на 24 сентября часто отражает проблемы которые существуют в реальной жизни становиться а также страхи с ними связанные они могут показывать сновидцу образы как-то связанные с его эмоциями и состоянием длительные затянутые сюжеты образы водной стихии реки море и прочее предвещает погружение повседневные проблемы более благоприятными с нами этого дня считаются не слишком нагруженные образами короткие спокойные сны такое сновидение сулит сновидцу благоприятный исход дела также спокойствие и неравновесие в реальной жизни сны с 23 на 24 сентября наиболее благоприятны если вообще не запоминаются так как обычно они в этот день предвещает грядущие неприятности и реальную опасность единственным исключением из этого правила является сон в котором сновидец оказывается под дождем такой сюжет предсказывает скорое решение проблем благоприятный исход длительной тяжбы своеобразное прощение или отпущение грехов по поверью 24 сентября активизировались ведьмы они могли навести порчу на вещь которую после кидали на дорогу поэтому сегодня в этот день 24 сентября запрещалось что-либо поднимать земли даже если это была очень ценная вещь однако все-таки некоторые поднимали такие вещи правда после этого дома обязательно проводили обряды и ритуалы очищения читая при этом специальные слова и вы знаете у наших предков в этот день 24 сентября был обычай честного священника делали это всей деревне в складчину собирали гостинцы и поклонами вручали их священнослужителям ритуал который назывался осенщина предполагал помощь матушке супруге священника женщины убирали двор чистили хозяйственные помещения что же нельзя делать в этот день 24 сентября вы знаете представительницам слабого пола в этот день запрещается красить губы наши предки говорили что если не придерживаться этого запрета дама может сильно забыл заболеть также это неблагоприятный день и для того чтобы мыть голову лучше этого не делать вообще противном случае вы можете лишиться удачи которая всегда была с вами также нельзя сегодня покупать какие-либо вещи иначе они быстро сломаются не подбирайтесь сегодня что-либо из перекрестка даже если это будет крупная сумма денежных средств не начинайте сегодня новые дела если у вас не закончены старые противном случае не сможете больше вообще что-либо начать если верить легендам в этот день нельзя вести пустые разговоры иначе они будут приравниваться грехом также в этот день нельзя было заниматься тяжелым трудом добрым делом считалось помощь нищим подать милостыню или принести еды а вот отказывать в помощи было не принято также сегодня нужно было внимательно и березно относиться к стеклянной посуде если неосторожным движением уронить и разбить посуду то это говорил о том что в ближайшее время ожидается череда мелких проблем которые хоть и не принесут больших горестей но изрядно подпортят настроение и отнимут время и силы а также обращаем ваше внимание что сегодня нельзя делать крупные и дорогостоящие приобретения покупка окажется неудачной скоро сломается или станет непригодной для использования также в этот день не стоит рассказывать чужие тайны даже если вы думаете что так вы можете помочь человеку в этот день не стоит преувеличивать какие-либо факты независимости это связано с вашей жизнью с деньгами или с чем-либо другим так что обратите пожалуйста внимание на эти народные приметы и на церковный календарь сегодня очень важный день для многих людей мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни сами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация действительно будут полезны и важно но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это друзья следующие рекомендованные видео именно для вас нажимайте на то видео тревом на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ услышимся уже в следующем видео